Здравствуйте, с вами мой блог. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тут художник, который может обидеть каждого. На нелегальном выезде мужчин призывного возраста из Украины во время войны навсегда заработаны гигантские деньги. Давайте приблизительно подсчитаем. Пусть, допустим, возьмем оторвано маленькую цифру 100 тысяч и по 10 тысяч долларов. Уехало, наверное, 200, может быть 150, может быть 180. И кто-то платил 4-5. Давайте 100 тысяч умножим на 10 тысяч. У нас получится миллиард. И когда у нас получается миллиард, 900 миллионов или миллиард 300, это уже не важно. Я не верю, что эти баблищи прошли мимо власти, потому что ни одна власть у нас до сих пор не позволяла на какой-то теме за год скосить ярд и при этом не поучаствовать. Вот эта вот схема, в которой принимали участие вот эшелонировано несколько ведомств, которые подконтрольны именно государству, не может пройти мимо чиновников, которые сидят на государственных постах, без отката наверх. Я убежден, что и тот преснопамятный одесский военком и вот от Херсона до Закарпатья обелечивание уезжающих происходило исключительно с откатыванием наверх, потому что полтора года наша прокуратура, наша полиция, наша СБУ не смогут такого вообще упустили. Ведь все, ведь все там и бляхеры, и копатели бурштына заносили все, чтобы евробляшить, чтобы копать бурштин. И этот небольшой секрет, как из Борисполя чемоданы возились на Китай. Я не то, чтобы там суперследователь, но схема настолько была на слуху у всех, а то мы не знаем в нашей стране, как у нас контрабасят те же сигареты. То есть схема настолько простая, она что при Ющенко, что при Януковиче, под крышей СБУ, там менты везут туда, там таможня, погранцы. Это же все схвачено, и вдруг нам пытаются слепить Горбатого. Что схема по обелечиванию уклонистов якобы была чисто под попками военкомками. То есть вот как бы офис президента вот типа ни при чем. Да, и вот наша служба безпеки ни при чем, и менты ничего не знали, и прокуратура ведать не ведала, что Ярд за год прошелся вот так вот, вот так вот разбежался по карманам, и никто не прикурил. Ну, в эту сказку, конечно, может быть поверят дети. Вот у меня там сыну 11 лет, возможно, его еще можно как-то вот намахать и убедить, что дяди на этом не заработали, которые сидят там в Кабмине, в ОПЕ, во всех ведомствах. Но нас с вами намахать же не получится. И поскольку эти баблища, может быть Ярд, может быть два, у нас же нет точного количества, сколько упилило, сколько утулило. Потому что за каждый фиктивный диагноз было отстегнуто. Мало того, это же надо было пройти процедуру, это же как бы не один этап. Потому что, ну ладно, те, кто еще как-то засветились до войны, у кого болезни, ну, реальные были до начала войны, они действительно получали хорошо. У кого-то они возникли по-настоящему во время. Мало того, вот эта же банда уклонистов, она привела к тому, что реальные люди, которые реально на фронте, реально получили проблемы, их надо комиссовать, то проблемы возникают у них, у тех, кто бабло не заносит. А у тех, кто заносит, оно не возникает. И вот сегодня мы прекрасно понимаем, почему началось вот это всеукраинское расследование. Вдруг открылись поросящие глазки власти. Они сказали, а кто это тут вот это? Аааа, мы же и не знали. Я объясню вам причину. Я объясню вам причину. Потому что все, у кого деньги были, и кто готов был оплатить свой отъезд, они уже оплатили за полтора года, обелетили основную массу, и фактически уже скребем по донышку, и никто уже, ну, того потока, что был первый год, близко нет. И начали чесать репу, задумываться, как обелечивать дальше. И тут прекрасная мысль пришла в голову. А что бы не переобелетить тех, кого уже обелетили? Теперь ведь с них-то они вообще уехали в Европу, там еще какие-то помощь получают, кто-то работает. Вот они уже один раз заплатили за обелечивание, чтобы выехали. Гениальная мысль нашей власти о переобелечивании по второму кругу, чтобы их не вернули назад. Вот вам смысл вот этой вот показательной борьбы с военкомами, показательной борьбы с вот этими медкомиссиями, потому что на сегодняшний момент та часть, которая на этом зарабатывала, они прекрасно понимают, что учаек иссяк. И тут наша власть, которая во время войны, вы сами понимаете, чем занимается. Я не знаю, как долго продержится этот министр обороны, пересидит ли он своего попередника, но я знаю совершенно точно, что идея вот насильственно возвращать, она ведь мотивируется главным образом, во-первых, падающим рейтингом, а во-вторых, перспективой еще раз обелетить тех, у кого деньги есть, потому что у кого денег нет, они сидят здесь. Вот, как, собственно говоря, большинство слушателей моего влога, они вообще никуда не собирались уезжать и, в общем-то, и не уедут. И призывной возраст, и отсутствие денег, да и в стране вообще-то война. Но возможность уехать, которую реализовали те, кто дали взятки, она исключила возможность зарабатывать у взяткобрателей в таком объеме. Я уверен, что это безумная идея. Пооткрывать дела на тех, кто уехал и принудительно их возвращать сюда или под угрозой этого возвращения снять с них бабла, не проканает. Юридически это не пройдет в Евросоюзе. Это не приобретет никакого массового характера. Тема дохлая. Но в то же время мы понимаем, ведь отвратительно и ужасно то, что люди, которые даже купили вот эти справки, они уже под угрозой вот этого уголовного расследования, в принципе, в Украину не вернутся. То есть считайте, что с ними не вернутся их семьи, их там жены, их родители, дети. И таким образом власть, единожды обилетив этих, ну, мягко скажем, морально нечистоплотных товарищей, они еще и обилетив их, делают все, чтобы вот эти люди вместе с семьями никогда не вернулись в Украину, потому что здесь те, кто их обилетил, открыли им перспективу уголовного преследования. Если это не глупость пополам с предательством, то скажите мне вы, напишите в комментариях, что это по вашему мнению. Если вы со мной согласны, распространяйте это в соцсетях и вашим знакомым рассказывайте, оставляйте комментарии, ставьте лайки, не забудьте подписаться на мой канал. Друзья мои, но несмотря на всю подлость и предательство случайно попавших во власть квартальных клоунов, я уверен, как и вы, что победа, несмотря ни на что, обязательно будет за нами, потому что мы не молчим и за каждым из нас не заржавеет.